Всем привет дорогие друзья, на связи GrimOptimist и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим на очень важную тему, она касается абсолютно любого игрока в World of Tanks, поскольку, как мне кажется, я понял куда движется картошка, какого пути развития для танков они собираются придерживаться в ближайшее время и чего нам нужно. Нам, собственно говоря, от всего этого стоит ждать. Это не просто мои домыслы, они будут подкреплены некоторыми фактами и даже цифрами. Поехали! Напоминаю вам, что спонсор этого видоса сайт WordKit. Если ты хочешь получить под завязку золото или крутой премиум танк всего лишь за 149 рублей, то смело включай интуицию и открывай один из пяти контейнеров, где скрываются лучшие призы и премиум танки для твоего аккаунта. Не забудь ввести мой промокод GRIM, чтобы получить 15% бонуса на сумму пополнения. Все ссылочки в закрепленном комментарии. Прежде всего, давайте посмотрим вот на эти цифры. Те, кто в теме, уже, конечно, все понял. Это у нас онлайн World of Tanks после нового года в 2020 году. Как мы видим, цифры достаточно интересные. То есть, в среднем он держится около 600 и бывают даже скачки где-то на 630-620 там тысяч. Ну, плюс-минус там немножко скачет, но это нормально. Я вам, ребят, открою страшную тайну. Эти цифры лучше, чем год назад. Да, вы не поверите. По-моему, впервые за 5 лет у нас есть рост онлайна по сравнению с предыдущим годом. Это февраль 2020 по сравнению с февралем 2019. Там онлайн в целом был чуть-чуть пониже. Да, конечно, ненамного. Там буквально тысяч на 10-15, наверное, в среднем. Но, тем не менее, ребята, онлайн пиковый в сутки стал выше. И это говорит нам о том, что компания Wargaming, она нашла какой-то способ, как все-таки, да, игроков затащить в игру. Конечно, многие сейчас мне напишут, что цифры нарисованы, ботами нагнали. Ребята, при всем моем скептическом отношении, в плане вообще честности в ЭГ и все такое, я не думаю, что они эти цифры нагоняют ботами. Потому что, ну, слишком уж все эти цифры зависят от некоторых внутриигровых событий. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Вот в этом году, начиная буквально с января месяца, у нас каждый день в танках что-нибудь происходит. Не было буквально ни секунды передыха. У нас начало новогоднее наступление. Потом еще какая-то херня, я уже не помню. Потом битва блогеров началась. Потом черный рынок. Сейчас у нас еще марафон начался. Скоро у нас еще боевой пропуск появится. Потом будет линия фронта. Потом будет стальной охотник. Это я уже вперед называю, да. У нас постоянно что-то происходит. Причем не как раньше, когда вот одно закончилось, началось другое. Потом закончилось, началось другое. У нас сейчас идет внахлест. То есть не успевает одна активность закончиться. Не успела битва блогеров у нас подойти к концу, как уже черный рынок. Да, буквально только-только закончился черный рынок, начались там еще какие-то акции. Я уж не помню. Сейчас начался марафон. То есть постоянно что-то в игре есть. Каких-то моментов затишья просто перестало появляться в принципе. И это уже, как сейчас видно по статистике, сыграло, ребята, роль. То есть игроки действительно начали больше времени проводить в игре. И очевидно, что некоторые, возможно, даже вернулись в World of Tanks. И кто-то, конечно, может сейчас порадоваться. И мне, казалось бы, надо радоваться, потому что я танковый блогер. Когда игра вроде как сейчас перестала умирать, судя по цифрам, и все круто. Это говорит о том, что, ну, как бы для меня все хорошо. Как говорится, и для игроков все хорошо. Игра вроде как еще живее всех живых. Но на самом деле, ребята, вы должны понимать, что эти цифры, они не совсем настоящие. И под этим я имею в виду, еще раз повторюсь, не ботов. А то, что это цифры, которые нагнаны именно акциями. Бесконечными акциями, акциями, акциями. Если бы цифры были вызваны какими-то глобальными качественными изменениями в игре, например, бы у нас переделали HD-карты, которые вот с момента их введения буквально вот через одну просятся в черный список. Вот просто невозможно играть на половине карт. Они ужасные, отвратительные, они кривые. И во всех смыслах. И с технической точки зрения, и с балансной точки зрения, и даже с графической, некоторые из них. Но с этим никто ничего не делает. У нас есть огромные проблемы с балансом. У нас некоторые танки вообще неиграбельны. Некоторые имбовые. У нас половина премтанков в принципе вообще перестали фармить. Да, это машина, за которую люди деньги отдавали. Казалось бы, да, опять-таки, проведи какие-то изменения, перебалансируй. Что-то получится из этого. Возможно, часть игроков вернется. Но, видимо, ВГ поняли уже, что нет смысла вот как-то, понимаете, заморачиваться с этими картами, заморачиваться там с балансами и так далее, если можно собирать онлайн гораздо более простыми способами. Выкатили акцию, народ пришел. Выкатили еще одну акцию, народ еще больше пришел. И все это цифры, которые есть, понимаете. Вот сейчас люди, которые всю эту чешню замутили, они придут к начальству, покажут им графики, скажут, «Ребят, мы возрождаем танки, у нас рост онлайна пошел». Им скажут, бля, пацаны, вы вообще, ребята, давайте дальше в том же духе делайте. И они будут дальше делать в том же духе. Кстати, друзья, напоминаю вам, что по ссылочкам в описании вы можете приобрести себе пакеты Twitch Prime у проверенного продавца всего лишь за 100 рублей. Я думаю, большинство из вас знает, что это такое, но буквально в двух словах напомню. Пакеты Twitch Prime – это самая выгодная возможность задонатить в танки. Ведь буквально за сотку вы получаете огромное количество самых разных ништяков, в зависимости от пакета, которых целых 4 на выбор. В одном там према побольше, в другом танки в аренду на 2 недели получше даются, с возможностью потом выкупа их со скидкой, кстати. В третьем камуфляж классный, более какой-то интересный, возможно. В четвертом больше боевых задач. То есть у каждого пакета своя фишка. В общем, проходите по ссылкам в описании, просто пощелкайте, посмотрите, что вы можете получить. Если заинтересует, то смело берите, потому что продавец реально проверенный. Я как бы за него ручаюсь, сам приобретал, у меня все хорошо и у вас тоже будет. То есть я боюсь больше всего, что после таких успехов, именно из-за огромнейшего количества акций, мы с вами качественные изменения в танках вообще никогда не увидим. У нас даже баланс 3.0, который дотестировался, он был спорный, я соглашусь, не все мне понравилось, но у нас его отменили. То есть что там дальше, когда будет, будет ли вообще, никто не знает. То есть опять-таки вообще ничего не понятно. То есть проблема голды, она ближайший год-полтора-два, она решена, скорее всего, не будет. Да, с премтанками у нас ситуация, с льготными особенно премтанками, ничего это решаться в ближайшее время, скорее всего, не будет. Просто потому, что в этом нет смысла. И еще не забывайте о том, что многие игроки, они очень слабо разбираются в World of Tanks. То есть у них совершенно какое-то базовое понятие игры. И для них вот эти вот изменения карт, изменения там баланса, они будут вообще незаметны. То есть они могут, в принципе, их не заметить. И, соответственно, ну как бы для них это не особо и надо получается, если как бы незаметно. Видимо, в EG также думают, что, понимаете, вот выкатил ты акцию, да, ее все видят. Люди пришли и начинают выполнять марафон. Ну, а сделал ты нормальные карты, ну, где гарантии, что это какой-то эффект даст? Где гарантии, что люди вообще обратят на это внимание, да? Еще, может быть, кому-то и не понравится, там, и все в таком духе. А акции нравятся всем, марафоны нравятся всем. Черный рынок, по крайней мере, до того, как он прошел последний, тоже нравился всем. Сейчас уже как-то не очень. Но, тем не менее, битва блогеров, опять же, зашла очень хорошо. То есть, это вещи, которые позволяют просто, ну, вот, сгонять людей огромными стадами, я не побоюсь этого слова, да, в игру. И рисовать хорошие циферки онлайн. И даже ботов никаких не надо, потому что люди ведут себя, в принципе, ну, примерно так же, как и бот. Вот. Ну, это, ребята, печально. Понимаете, вот, когда в игре все плохо, это повод для разработчиков задуматься. Что нужно что-то менять, нужно работать, нужно что-то делать. Но, когда вот сейчас мы видим, что по цифрам в игре все хорошо, а будьте спокойны, там и с донатом все хорошо. Потому что цифры онлайна, они всегда в бабки переводятся. Это закон рынка, да. Если в игре все зашибись по цифрам, то вообще никто ничего не будет трогать в качественном смысле. Потому что зачем это делать, если все и так супер? Если цифры нам говорят о том, что игра просто замечательно себя чувствует, она наконец-то растет. Вот это, ребята, самое страшное. Что, скорее всего, игра будет вот в таком, как сейчас, виде. Если не хуже еще, не дай бог, да. Но она будет еще долго. И, я думаю, какие-то качественные изменения начнутся только в тот момент, когда цифры упадут. То есть, когда цифры сильно упадут. Вот тогда в ЭГ будут вынуждены что-то менять, что-то делать, прислушиваться к игрокам. А пока мы имеем 600 тысяч онлайна в феврале, да. То, как бы, ну, наше мнение с вами никого не интересует. Мы уже сказали все своими цифрами. Мы уже сказали своим онлайном. И мы уже все сказали своим донатом. Что нужно делать? Вот разработчики и будут это делать. Поверьте, единственный язык, который понимает любая корпорация, включая Wargaming, это язык денег. Если доход прет, значит, мы все делаем правильно. Что там, кто ванит на форуме, там, я не знаю, ноют блогеры. Это вообще никого не интересует, в принципе. Это белый шум, знаете, такой фоновый, который вообще никто даже внимания не обращает. Вот, главное, что онлайн растет, циферки доната растут, прибыль компании растет. Все делаем правильно, продолжаем в том же духе. Все. Я не хочу сейчас сказать, что вообще, ну, сами вот эти вот акции, они плохие, да. Ну, черный рынок, конечно, говно получился, но не суть важна. То есть, это тоже неплохо, но я считаю, что изменения должны быть как в качественную сторону, так и вот в такую количественную. То есть, вот эти вот все движухи, вот эти все активности, они должны идти параллельно с изменениями в игре. Вот тогда это будет круто. А то, что мы видим сейчас, это дутые цифры и дутый успех, который, к сожалению, скорее всего, лишний раз напомнит сотрудникам ВГ, что мы все делаем правильно и вообще, как бы, все зашиблись, будем так же продолжать в том же духе. Такие дела, ребята, в общем. Пишите, что думаете по этому поводу, обязательно ставьте большие пальцы вверх, если согласны с моей позицией. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Если все еще не приобретали себе пакет от Вич Прайм, напоминаю, по ссылкам в описании вы можете спокойно это сделать. Продавец проверенный, там стопудово никого не кинут, можете смело покупать. Я даже себе пакет купил. На этом все на сегодня, спасибо за внимание, всем до скорого и всем пока!